Журналистов, всех заинтересованных зрителей, которые сейчас на сайте пресс-центра Медиагруппы России сегодня могут смотреть трансляцию нашего Круглого Стола. Тема Круглого Стола – объективный взгляд российских ученых на мировые климатические проблемы. Обсуждение климатических проблем в последнее время находится под пристальным вниманием не только ученых, но и политиков, журналистов, общественности. Сегодня с нашими гостями мы говорим об изменении климата в вопросах глобального потепления. И я с удовольствием представляю наших гостей на площадке рядом со мной, на площадке пресс-центра Медиагруппы России сегодня, президент Российской Академии Наук Александр Михайлович Сергеев. Александр Михайлович, приветствую вас. Я рада приветствовать заместителя директора Института физики атмосферы имени Обухова Российской Академии Наук, член-корреспондент Российской Академии Наук Владимира Анатольевича Семенова. Приветствую вас. Также с нами сегодня научный руководитель Института глобального климата и экологии имени Израиля, профессор Сергей Михайлович. Семенов, Сергей Михайлович, спасибо, что вы к нам присоединились. Также рядом со мной заместитель директора Института вычислительной математики имени Марчука Российской Академии Наук, профессор Андрей Грицун. Андрей Сергеевич, и я рада приветствовать гостя, эксперта, который подключился к нам из Санкт-Петербурга по видеосвязи, директора главной геофизической обсерватории имени Ваякова, доктора физико-математических наук Владимира Михайловича Кацова. Владимир Михайлович, приветствую вас. Владимир Михайлович Кацов вас приветствует. Прошу прощения, Владимир Михайлович Кацов. Ну что ж, не теряя времени, Айсан Михайлович, хочу передать слово вам, пожалуйста. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые коллеги, зрители, средства массовой информации, которые здесь присутствуют. Мы сегодня действительно хотим поговорить об очень такой актуальной, привлекающей значительное внимание не только учёных, но и широкой общественности, и политиков. Проблема – это проблема изменения климата. И поговорить мы хотим сегодня с нашими российскими учёными, которые профессионально занимаются долгие годы этим вопросом, возглавляют наши крупнейшие институты, являются представителями наших известных на весь мир научных школ в области климатологии. И я думаю, что, наверное, надо сказать несколько слов о том, что почему сейчас именно в последнее время, в последние дни даже, я бы сказал, есть такой ренессанс интереса к этому. Ну, во-первых, конечно, вопросы климата, точно так же, как и вопросы, связанные с погодой, всегда всех интересуют. И то, что касается погоды, мы с вами уж точно знаем, что предсказать погоду за, скажем там, 5-7 дней вперёд практически невозможно. И вообще встаёт вопрос о том, а можно ли предсказать какие-то климатические изменения. При этом ясно, что мы должны понимать, что погода и климат – это суть одной и той же проблемы. Но, когда мы говорим о погоде, это те процессы, которые развиваются в течение дней. Если мы говорим о климате, это процессы, которые изменяются, имеют место в течение длительного промежутка времени, начиная от десятилетия, столетия и миллионы лет. Поэтому здесь мы должны понимать и чётко определить, что погода есть погода, которую предсказать нельзя, как мы все знаем, достаточно далеко вперёд. А вот вопрос, можно ли предсказать климат – это вопрос, который мы сегодня будем обсуждать. С чем связан такой повышенный интерес? Ну, вы знаете, мы давно уже находимся вот в таком представлении о важности проблемы потепления, роли антропогенных явлений. И, пожалуй, я бы даже сказал, что в России мы несколько задерживаемся на несколько лет, может быть, даже на лет на десять, от такого вот интереса и динамики в развитии интереса по сравнению с другими странами, прежде всего в Европе. Ну, свидетельством тому является, скажем, то, что уже в 2007 году, фактически чуть ли не 15 лет назад, уже была присуждена Нобелевская премия мира такой межправительственной панели, которая называется IPCC, в которую, кстати, входили и российские учёные, ныне существующие, как раз по вопросам, связанным с изменением климата и с влиянием антропогенных факторов. То есть эти вопросы стоят давно, привлекали внимание давно. И что произошло сейчас? По-видимому, произошло то, что эти вопросы вошли уже существенным образом в экономическую повестку дня. То есть мы с вами все знаем о трансграничном углеродном налоге, о том, что мы уже там с 25-го года этот налог будем платить. Это интересы компании, это интересы стран. И появляется, естественно, существенное влияние вот со стороны экономики. И понятны проблемы, которые стоят перед экономиками государств, перед экономиками компаний. Это лоббирование различных экономических интересов. И вот это то, что сейчас очень ясно, что имеет место. Ну и, наконец, если говорить про маленькие временные масштабы, это присуждение Нобелевской премии на прошлой неделе двум известным ученым, японско-американскому, наверное, так, надо сказать, ученому Манабе и немецкому ученому Хассельмана за разработку моделей изменения климата и за предсказание того, что, собственно, эти модели нам говорят о будущем климате на нашей планете. Когда мы говорим вот об этой тематике, наверное, мы все-таки должны обязательно вспомнить кратко историю вопроса участия России и наших научных школ в изучении этой проблемы. И, конечно, первым надо назвать Михаила Ивановича Будыка. Это наш академик, Академия наук СССР. В прошлом году ему, по-моему, отмечали 100-летнюю годовщину, да, со дня рождения. И Михаил Иванович Будыка был, по-видимому, первым, так можно сказать, у нас климатологом, который поставил сначала вопрос вообще о тепловом балансе. В 60-е годы ему за эти работы была присуждена Ленинская премия. А в 70-е годы он впервые выступил фактически с предсказанием относительно потепления, связанного с антропогенными факторами. И вот эта его работа, это начало 70-х годов совпало, в общем-то, и с началом деятельности Манабы. По-моему, он тоже, начиная с этого времени, начал работать в этом направлении. Да. То есть, фактически, вот, Будыка и Манабы – это вот сопоставимые фигуры. И школа Будыка существует. Это главная геофизическая обсерватория у нас в стране, в Санкт-Петербурге. И присутствующий здесь Владимир Михайлович Кацов как раз представитель этой школы. Когда мы говорим о моделях, о разных, понятно, что это физика и математика. Наверное, здесь надо прежде всего было сказать о работах, ну и об участии в таком постановке задач Гурия Ивановича Морчука. Гурия Иванович, сам человек, который занимался как раз математическими моделями описания климата, он был в течение пяти лет президентом Академии наук СССР, кстати, последним президентом Академии наук СССР до 1991 года. Он создатель Института вычислительной математики. И вот эта школа его, она продолжает активно работать. Это действительно наши вот такие математические модели. И у нас здесь вот есть Андрей Сергеевич Горецун, заместитель директора Института вычислительной математики, который как раз представитель школы Морчука. Обязательно надо упомянуть Юрия Антоновича Израиля. Это наш действительно академик. И, наверное, если говорим, вот мы климатолог, буддык, это, наверное, метеоролог, да, метеоролог Израиля. Вот это вот человек, который известен своим огромным вкладом. Он создатель Института глобального климата и экологии. И он долго возглавлял этот институт, да, наверное, около 20 лет. И у нас здесь присутствует, ну, я не знаю, правильно здесь говорить слово, там, продолжатель, но, по крайней мере, представитель, представитель этой школы, Сергей Михайлович Семенов, который сейчас является научным руководителем этого института. И, наконец, четвёртая линия. Эта линия связана уже совсем с физиками, с атмосферщиками. У нас есть Институт физики атмосферы в Российской Академии Наук. И школа, наверное, можно назвать, прежде всего, Александра Михайловича Обухова, Григория Сергеевича Голицына. И, конечно, дальше, значит, мы переходим к авторому институту, представитель вот этой школы. Вот мы сегодня как раз с нашими коллегами поговорим, но я, пожалуй, ещё хотел бы сказать, что когда мы говорим о том, как мы оцениваем, как мы оценивали роль наших учёных, я могу сказать, что в этом году присуждена Нобелевская премия, но в 2019 году большая золотая медаль Российской Академии Наук была присуждена Георгию Сергеевичу Голицыну и профессору из Нидерландов Паулю Йозефу Круцину за выдающийся вклад в изучение теории климата и изменений. То есть, на самом деле, мы тоже здесь прекрасно понимаем роль вот этой науки и высоко оцениваем роль наших учёных, ну и их, конечно, коллег, которые этим занимаются. Поэтому, уважаемые коллеги, вот мы сегодня как раз пригласили вот таких вот представителей наших ведущих, их рассказ, это будет как раз абсолютно объективное представление о том, что сейчас наша российская наука об этом думает. Спасибо большое, Александр Михайлович. Ну, давайте начнём с того, что такое модели климата и какова роль антропогенного влияния на климат. Вот, Владимир Анатольевич, вам хочу передать слово. Мы климат предсказать можем на десятки и сотни лет вперёд, тогда как погоду не можем предсказать на завтра. Спасибо, уважаемые коллеги, уважаемые зрители. Ну, проблема изменения климата чрезвычайно сложна, как и земная климатическая система. К сожалению, привести доказательства, как в математике, например, как теорему Панкаре, так сказать, с одной выкладкой, как сделал этот Григорий Перельман, в геофизике такого сделать не получится. Поэтому исследования очень междисциплинарные, очень широкие. И знания об изменении климата зависят от прогресса и от результатов, полученных в очень разных сферах. Поэтому наши знания базируются на совместных исследованиях, на совместных работах, на обозрении широкого круга результатов, которые приводят нас к какому-то конкретному выводу и которые как раз привели учёных, ну, уже, наверное, где-то на второй половине XX века к выводу о том, что увеличение роста парникового газа в атмосфере, ну, прежде всего, углекислого газа, приводит к нагреву планеты, и именно оно объясняет тот тренд потепления, который мы наблюдаем в течение XX века. Он связан с антропогенными эмиссиями парниковых газов. Но дело в том, что формат нашего круглого стола, он не подразумевает, как бы, доказательства антропогенного влияния на климат. Это сложная тема, этому посвящены доклады специалистов на эту тему. И здесь я лишь приведу некий вводный в тематику изменений климата, чтобы примерно представить, что происходит, потому что для нас, для учёных, для специалистов, в этой сфере ответ-то уже есть, и, так сказать, нам спорить не о чем. Мы все прекрасно понимаем, что происходит с климатом, хотя остаётся огромное количество ещё нерешённых вопросов. Но в целом вопрос о причинах современных изменений климата, он решён. Модели созданы, они показали достоверные результаты, которые верифицированы. Мы можем, основываясь на них, делать прогнозы о будущих изменениях климата. Но я, чтобы как-то ввести в эту тематику, приготовил несколько слайдов. Вот могу сейчас проиллюстрировать, если они на экране. Ну, собственно, вот о чём мы говорим. Здесь показаны изменения климата за последние 100 лет. Мы видим, как менялась глобальная температура планеты. Мы видим рост. Рост этот не был монотонным, был период потепления начала XX века. Затем было некоторое похолодание, которое сменилось современным потеплением, которое происходит примерно с 70-х годов, вот уже 50 лет. И в целом с начала века температура, если брать самые низкие значения в начале века и современные значения, составила примерно 1,3 градуса. Так выросла глобальная температура. Мы также видим, что температура растёт негладко. Мы видим скачки температуры вверх-вниз. Например, скачки вниз, значимые, вот отмеченные синенькими стрелками, они связаны с крупными вулканическими извержениями, которые благодаря выбросу аэрозоля в стратосферу охлаждают нашу планету, ну, где-то на 0,1-0,3 градуса. И это заметно. Также явление Ильниния, это потепление океана в экваториальной части Тихого океана, приводит к общему нагреву планеты, и скачок глобальной температуры скачет вверх. Вот эти скачки, как мы видим, они, конечно, никоим образом не свидетельствуют об изменении тенденции к изменению климата. Например, похолодание, сопровождающее извержение вулкана, не говорит о том, что потепление закончилось. Ну, вот последний пример, это так называемый сбой потеплений, который произошел в первые десятилетия 21 века. Но, как мы видим, этот сбой уже в прошлом, и потепление возвратилось на предшествующую тенденцию, на рост температуры. И это объясняется внутренней изменчивостью земной климатической системы. Вопрос остается открытым, что случилось в середине века, почему потепление сменилось похолоданием. Я отвечу и на этот вопрос. Посмотрим на изменения на территории России. Они обладают существенными особенностями. А это значит, что чем севернее, тем изменение климата больше. Примерно на 1 градус, на территории России потеплело на 2 градуса за то же время. Страна континентальная. Это значит, что межгодовая изменчивость температуры гораздо выше, чем в среднем по планете. Вот здесь это проиллюстрировано. Мы видим изменения и черные линии. Это, соответственно, тренды за последние 50 лет. Мы видим, что в России в два раза быстрее примерно растет температура. И также мы видим вот эти очень сильные скачки от года к году. Так называемая межгодовая изменчивость, которая сравнима с наблюдаемым трендом и дает часто почву к продолжающейся тенденции потеплению. Что касается потепления середины 20 века. Если мы посмотрим на изменение температуры, мы увидим тепление, но плохо описывают потепление середины 20 века. В чем проблема? С синим показан рост парниковых газов. Мы видим, что модели в целом следуют за ростом парниковых газов. Дело в том, что в земной климатической системе, конечно же, есть и естественные вариации на разных временных масштабах, в том числе на масштабах межддесятилетних. Например, они связаны с долгопериодными колебаниями циркуляции океана. Такое сильное колебание существует в Атлантике. Оно влияет на климат, собственно говоря, всей планеты, прежде всего северного полушария. Здесь условно показана такая модель. Синяя кривая – это рост температуры вследствие роста парниковых газов монотонной, а синусоидальная кривая – это внутренняя изменчивость земной климатической системы. Наложим одну на другую и получим вот такие изменения. Наложим на них наблюдаемые изменения. Мы видим, что они весьма хорошо соответствуют друг другу. То есть суперпозиция вот тех самых циклов, о которых нам часто говорят, связанных с естественной изменчивостью климата и антропогенное воздействие на климат и формирует динамику климатических аномалий глобальных на нашей планете. Можно посмотреть, взглянуть на современные изменения климата в контексте прошлых изменений. Это чрезвычайно важно, потому что нужно, конечно, понимать, а были ли раньше такие изменения. Были. Действительно, температура за последние тысячу лет опустилась, похолодала примерно на 1 градус, чуть меньше, примерно настолько же, насколько потеплела в современный период. Но обратите внимание, эти потепления произошли, вот этот наградус, за 2 тысячи лет, в то время как современные потепления произошли всего за 100 лет. То есть темпы изменения климата в современный период выросли в 20 раз. Но здесь тот же самый график, только представленный немножко по-другому в виде 30-летних отрезков осредненной температуры. Вот мы видим тот самый тренд к похолоданию, который произошел после оптимоголоцена. Сейчас мы живем в период межледниковья. И вот максимум температурный был достигнут где-то около 5-6 тысяч лет назад. С той поры земля медленно охлаждается. Вот мы видим, что эта тенденция внезапно прервана современным потеплением. Вот красное значение вверх, вот точка красная, это, собственно, там, где мы находимся уже сейчас. Поэтому проблема не в том, были или не были соответствующие изменения. Конечно, были в истории климата изменения, например, межледниковые циклы, это и 5, и 8 градусов. Были периоды потепления на 12 градусов. В истории климата Земли за десятки миллионов лет и за миллиарды лет. Напомню, Земля существует 4,5 миллиарда лет. Но вот таких быстрых изменений за последние тысячи лет, даже за последние сотни тысяч лет, что мы можем оценить по ледяным кернам, мы не наблюдали. И, соответственно, еще изменения происходят и в росте парниковых газов, о чем Сергей Михайлович, я думаю, позже расскажет. То есть, таким образом, проблема, главное, это в скорости происходящих изменений. И вторая проблема, это в том, что сейчас на этой планете живет 8 миллиардов человек. Скажем, тысячу лет назад жило 400 тысяч человек. Мы все знаем, какая плотная, какая тонкая, какая чувствительная инфраструктура построена человеком. Огромное количество людей живет, прежде всего, на побережьях, где жить наиболее комфортно. Так вот, происходящее изменение климата прямым образом оказывает влияние на эту инфраструктуру. Ну, например, в России это таяние вечной мерзлоты. Вся инфраструктура, 65% у нас страны покрыта вечной мерзлотой, построена на вечной мерзлоте, которая сейчас оттаивает, глубина сезонного протаяния растет. Инфраструктура под угрозой, и уже все занимаются тем, что укрепляют эту инфраструктуру, меняют сваи и так далее и тому подобное. То есть прямым образом климат влияет на общество сейчас. И прежде всего потому, что людей 8 миллиардов, инфраструктура очень плотная и очень хрупкая. Но касаемо причин антропогенного потепления, повторюсь, я не хочу заниматься сейчас доказательством, потому что для физиков климата, для климатологов эта проблема в целом решена. Хочу отметить лишь недавний результат. Если раньше мы знали о влиянии парниковых газов на энергетический баланс Земли с помощью теоретических моделей и косвенных результатов, то 20 лет уже существуют прямые спутниковые измерения теплового баланса за пределами Земли, на границе атмосферы. Мы видим, насколько больше в результате парникового газа Земля улавливает исходящего тепла. И это уже показано спутниками. Эта статья была недавно опубликована. Почти 20 лет измерений полностью подтвердили теоретические оценки, сделанные около полувека назад. Но, собственно, тем, кто интересуется доказательством и главными аргументами ученых на тему антропогенного потепления, я рекомендую почитать очень интересный научно-популярный текст, опубликованный нашим сотрудником Александром Чернокурским. Там все грамотно по основным вопросам написано. Пожалуйста, посетите, ознакомьтесь. Это будет, я уверен, для вас очень полезно. Возвращаясь к Нобелевской премии, по физике этого года, о которой сказал Александр Михайлович, действительно, двум ученым она была присуждена в области физики климата. Первый из них – это Сюкуру Манабе, который, собственно, занимался созданием трехмерных моделей климата. Он первый создал радиационно-конвективную модель климата. То есть это достаточно реалистичная модель, которая описывала баланс структуры атмосферы и баланс переноса энергии как лучистой, так и конвективной, то есть восходящими движениями воздуха в атмосфере. Построенная им модель позволила оценить эффект удвоения содержания парникового газа в атмосфере. Он получился таким, что при удвоении температуру поверхности вырастет примерно на 2,3 градуса. А в стратосфере на высоте где-то 40-50 километров, наоборот, на 10 градусов похолодает при этом. Вот полученный им результат, а получен он был в 1967 году и позже где-то на 10 лет был также Манабе подтвержден уже с помощью полной трехмерной модели климата, модели общей циркуляции атмосферы, оказался примерно таким же. 2-3 градуса потепления ожидается при удвоении содержания парникового газа в атмосфере. И современные модели, которых уже более 40 сейчас существует, все примерно показывают результат вот такого порядка. От 1,5 до 5 градусов с основным количеством моделей как раз в диапазоне 2-3 градуса чувствительности к удвоению парниковых газов в атмосфере. То есть за это, собственно, ему и присуждена, за этот пионерский результат, вот Нобелевская премия. Но присуждена сейчас. Он, конечно, не один занимался этой проблемой, как Александр Михайлов сказал, и отечественные ученые приложили к этому много усилий и американские, и европейские. Но Сюкуру Манабе последний из оставшихся в живых вот этих климатических магикан, который заслуженный получил эту премию. Отмечу, результат этот был получен в 60-х годах, когда происходило похолодание климата. И в то время никакой политической ангажированности и в помине не было. Это был чисто академический фундаментальный результат, интересовавший исследованием, насколько чувствительна атмосфера, климат Земли к тем или иным внешним воздействиям. Клаус Хассельман. Помимо своего вклада в развитие стокастических моделей климата, одним из отмеченных Нобелевским комитетом результатов, был создан им аппарат для выделения антропогенного отклика климатической системы на антропогенное воздействие. То есть он имеет определенную структуру, но, как я показал, например, при антропогенном воздействии у поверхности теплеет, в стратосфере холодает. Так вот, Клаус Хассельман, используя вот такие вот, как он назвал их, фингапринты, отпечатки антропогенного воздействия, помог выделить антропогенный сигнал и показал, что именно антропогенные воздействия приводят к современной изменению климата. Но здесь показано, например, что если мы, это картинка из Нобелевского комитета, что если мы будем воздействовать на земную климатическую систему только вулканами, то получим вот кривую синюю, никакого потепления нет. Если же мы добавим парниковые газы, получим красную кривую, черная – это опять с данными наблюдений. Вот эта красная кривая достаточно хорошо соотносится и с данными наблюдений. Но, собственно, я что еще хотел сказать, поскольку здесь речь, повторяюсь, не идет о доказательстве антропогенного воздействия на климат, которое, повторю еще раз, уже доказано. Я хотел бы озвучить некоторые принципиальные концепции, которые часто используются и являются абсолютно неверными. Но первое из них состоит в том, что теория антропогенного потепления была создана для раздувания климатической повестки до масштабов мировой проблемы с политической целью поддержания и усиления господства экономик развитых стран и, наоборот, для сдерживания роста экономик стран-конкурентов. Но это совершенно не так, потому что первые результаты, которые получили физики в области теории парникового эффекта, были получены еще в XIX веке, развиты в конце XIX века. В первой половине XX уже были получены первые количественные оценки, когда никакой политизации и далеко не было. И, как я сказал, в 60-х и в 70-х годах, опять же, на фоне похолодания, были получены уже те точные количественные оценки, которые практически сейчас не изменились. Позже, в 80-х годах, были сделаны прогнозы климата с помощью моделей климата, которые сейчас уже можно верифицировать, и они оказались, в общем-то, вполне достоверными, они воспроизводят те тенденции, которые мы сейчас и наблюдаем. Вторая концепция, что ученые-климатологи, которые заявляют об антропогенном факторе современных изменений потепления на масштабах сотни лет, но они как бы работают против интересов России, как, так сказать, в первом пункте я сказал. А те, кто говорят о отсутствии глобального потепления или об отсутствии антропогенного влияния на климат, это патриоты, которые работают в интересах страны. Это тоже не так. Мы лучше всех знаем, климатологи знаем о последствиях изменений климата для окружающей среды. Мы лучше всех знаем особенности потепления климата в России. У нас северная страна с огромным побережьем Арктическим, у нас северная страна, 65%, которая покрыта вечной мерзлотой, и большинство населения живет в условиях холодового стресса. Безусловно, помимо отрицательных последствий, у нас есть и положительные последствия для нашей страны. Мы все ратуем за то, чтобы не ввергаться, сломя голову, сворачивать на рельсы зеленой энергетики, вот так, как это предполагается делать сейчас, потому что, грубо говоря, занесет и снесет нас с этого пути. Поэтому никакого здесь, так сказать, противоречия нет. Мы за устойчивое развитие нашей страны, но физика есть физика. И физика говорит нам о том, что антропогенный вклад в это потепление существенный, и если мы говорим о последних 100 годах истории климата, он определяющий. И отметил бы еще одну вещь. Это вот деградация дискуссия об изменениях климата, так я это назову. Дело в том, что физика климата – это сложная наука, область геофизики на стыке многих наук. Наука мультидисциплинарная, как я уже говорил. И рассуждать о ней нужно со специалистами, с людьми. В науке оценка достоверности результатов – это публикация в рецензированных журналах, это защищенные диссертации, это опыт работы в данной сфере. У нас много институтов, много профильных кафедр в университетах, которые занимаются проблемами климата. Все их руководители, все ученые, занимающиеся десятилетиями изменений климата, но подавляющее большинство стоит на позициях и убеждено в антропогенном изменении климата. Это такова позиция профессионалов, занимающихся этой областью исследования. Поэтому, повторю, причины изменения климата должны обсуждаться компетентными специалистами в этой области. Но я не знаю, наверное, я уже слишком много говорю. Я могу потом вернуться с другими иллюстрациями и готов предоставить слово коллегам. Спасибо. Спасибо большое, Владимир Анатольевич. Много, но интересно. Хочу передать слово Андрею Сергеевичу и попросить вас остановиться на математических методах описания динамики климатических систем. И, пожалуйста, презентацию на экран. Только на кнопочку нажмите, а то вас никто не услышит. Здравствуйте. Спасибо еще раз за возможность поднять здесь участие. Да, действительно, динамика атмосферы океана очень сложна. Она описывается нелинейными уравнениями в частных производных. Траектории этой системы хаотичны. В системе наблюдается хаос, открытый Лоренцем в 1963 году. Самое неприятное, что эта система многомасштабная. Процессы на масштабах порядка одного метра, там, скажем, образование облачности, они влияют на глобальную динамику атмосферы. Облачность является ключевым фактором в вопросе описания чувствительности моделей. Поэтому просто так вот мелкие масштабы выкинуть нельзя. Ну, к счастью, известны уравнения динамики атмосферы и океана. У нас сейчас есть в распоряжении суперкомпьютеры, и мы можем каким-то образом пытаться эту сложную систему моделировать. Дальше я, значит, перейду, собственно, к нескольким поясняющим слайдам. В этом вопросе важно не путать климат и погоду, потому что погода, мы ее все видим каждый день, это, собственно, набор метеопараметров в каждой точке нашего земного шара. Там температура, влажность, ветер и так далее, и так далее, и все ее видят, и все хорошо знают. Климат же, вот в узком понимании, скажем, это средняя погода за большой промежуток времени. То есть вы берете погоду сегодня, погоду год назад, погоду два года назад, складываете это все в кучу, делите, значит, на количество таких вот погод, и получаете, значит, некоторый суп, такой вот крем-суп, взбитый миксером, который, в принципе, никто особенно никогда не видит, но это просто является очень удобным способом описания того, что происходит с климатической системой. В широком понимании климата, это более информативное понятие, это просто набор вот этих всех погод за каждый там день, каждого года, каждого месяца. То есть это некий набор состояний допустимых и возможных в климатической системе. И именно вот этот вот климат мы и хотим, собственно, моделировать и предсказывать. Значит, прогноз изменения климата, что это такое? Значит, у нас есть наш набор состояний возможных нашей системы, у нас есть среднее состояние, средний климат, он красной точечкой померен, отмечен. Ну и, значит, на климатической системе действуют какие-то внешние воздействия, это могут быть, скажем, там, изменения солнечной активности, луканической активности, ну и антропогенные, там, изменения концентрации парниковых газов. И под действием всех вот этих вот факторов наши возможные погоды, они меняются. Где-то они становятся теплее, где-то холоднее, где-то дождливее. Ну и мы хотим вот знать, каким вот будет там множество, вот такое светло-голубое на этом слайде через там какое-то время действия. Значит, ну для этой цели используются численные моделирования. Вот, значит, динамика, ну в принципе, по определению, так сказать, модель климата — это модель совместной динамики атмосферы и океана. Для атмосферы и океана у нас есть уравнение гидротермодинамики, уравнение навеса токса. Значит, мы их решаем численно, аппроксимируем, добавляем туда всякие разные физические вещи, описание пограничных слоев атмосферы и океана, морской лед, деятельные слои почвы, аэрозольный блок и т.д. и т.п. И получают очень сложные системы, большого количества уравнений, которые приходится решать на суперкомпьютере. Здесь вот нарисован Ломоносов, на котором мы часть экспериментов наших считали. Вот. Ну и такая деятельность, она ведется, вот как раз Владимир Анатольевич сказал, примерно с 60-х годов. Первым действительно вот совместную модель построил Монаби с... Ну нет, совместную построил с... Как фамилия у меня из головы влетела? Ладно. Значит, ну мы отстали в этом деле где-то примерно на 10 лет. Вот первая модель совместной динамики атмосферы и океан, она вот была создана под руководством Гори Ивановича Морчака и нашего прошлого директора Дымникова Валентин Павловича, собственно, моего научного руководителя. Вот. Вот в Новосибирске и потом затем в Москве в Институте учреждения математики. Ну и сейчас мы эту деятельность продолжаем. Тут книжка нарисована, в которой наши посредние результаты, значит, приведены. Ну и, значит, вот после всех этих вот вычислений компьютер выдает огромное количество всяких там цифр. Ну и самая такая вот обсуждаемая и самая такая анализируемая, это есть картинка того, как меняется, скажем, средняя температура поверхности Земли, значит, вот с 1850 по 2014 год. Ну и там нарисовано, что модель, в принципе, нормально воспроизводит довольно-таки. Ну, сказав все эти слова о том, как мы можем все здорово моделировать, стоит, конечно же, отметить основную проблему численного моделирования. Заключается она в том, что, в принципе, модели все довольно-таки неплохо предсказывают современный климат, но как только они начинают прогнозировать климаты будущего, эти оценки начинают очень сильно, так сказать, отличаться. Ну вот тут красненькими, вот на левом слайде, значит, красненькими такими линиями нарисованы прогнозы температуры, значит, вот, ну там при одном из сценариев в 21 веке. Ну и видно, что там разброс этих вот значений примерно 4 градуса Кельвина на конец 21 века. Это, конечно, неприемлемо много, потому что, ну, понятно, дело 8 градусов и 4 градуса, это совершенно разные там усилия по компенсации этих вот, значит, вот изменитых и так далее. Вот, и, собственно, встает вопрос, какие характеристики должны иметь эти модели, чтобы, значит, у них была эта чувствительность правильная. То есть, как вот, смотря на модель, можем ли мы ей доверять вот в этих оценках или не можем. Это вопрос совершенно нетривиальный математически, вот, скажем, тоже ориентируясь на работу того же Хассельмана, можно точно сказать, что если модель точно воспроизводит климат в узком смысле, модель точно воспроизводит климат Земли в широком смысле, но этого недостаточно, чтобы у нее была правильная чувствительность. Она должна правильно воспроизводить кросс-коррегуляционные функции, а это уже динамика по времени. Поскольку климатическая система не линейная, не гауссовая, тут все еще сложнее. Поэтому это вопрос сложнейший, открытый, и над ним все сейчас и усиленно работают. В заключении можно отметить какие-то тенденции развития модели у нас имеют место. Это, во-первых, все более точное описание физических процессов, которые участвуют в формировании погоды, климата. Это все более точное решение и детализация динамики атмосферы океана, широко использование ансамблевых подходов для того, чтобы точно воспроизвести этот объект, который мы моделируем, спрогнозировать изменение статистик экстремальных событий, внедрение методов искусственного интеллекта, естественно. Расширяется международное сотрудничество по сравнению моделей и разрабатывается большое количество всяких совместных экспериментов. Ну, понятное дело, что для этого нужны дорогостоящие суперкомпьютеры, во-первых. Во-вторых, нужны большие коллективы междисциплинарных ученых до весьма высокой квалификации. Но это все подразумевает, конечно, адекватное финансирование, чего, отмечу, у нас в достаточном количестве в России нет и, в принципе, никогда не было. И это не во многом, наверное, но точно совершенно сказывается на этом каком-то запаздывании уровня нашего моделирования по отношению к зарубежному. Ну и если мы хотим иметь независимую экспертизу результатов других групп и выводов всяких международных организаций о решениях в области изменения климата, мы, наверное, должны развивать собственные усилия по моделированию в нашей стране. И тогда у нас будет какая-то собственная экспертиза, если, в принципе, это нам интересно. Спасибо большое, Андрей Сергеевич. Сергей Михайлович, какова роль парниковых газов в изменении климата? Пожалуйста, и презентацию коллеги на экран. Добрый день, спасибо большое. На презентации пока нет. Есть? Спасибо. Спасибо. Ну вот Андрей Сергеевич сказал, что такое климат, чем отличается он от погоды. Что климат – это, так сказать, средняя погода за 10, 20, 30 лет. А вообще, говорю, не только средние значения, но и изменчивость, то есть весь набор данных, вся статистика по погоде за 10, 20, 30 лет. Ну вот Луна и Земля находятся по отношению к Солнцу на таком большом расстоянии, что их собственное расстояние, оно принадлежимо мало. Спрашивается, почему климат Луны совсем не похож на климат Земли? Ну, казалось бы, поток энергии, снабжающий лучистой энергией две планеты, одинаковый совершенно, но на Луне очень жесткая ситуация. Страшная жара днем и страшный холод ночью, а все-таки на Земле это не так. Ответ очень простой, что климат – это не только приходящий поток энергии. Он производится из этого потока энергии климатической системой. Климатическая система – это то, что есть на Земле. Это есть атмосфера, гидросфера, литосфера, биосфера и взаимодействие между ними путем обмена потоками энергии и массы. Так вот, получился интервьюальный вывод, что климат зависит не только от того, сколько лучистой энергии приходит, но и от того, куда она приходит, от свойства того космического тела, куда она приходит. Заметим, что атмосфера Земли состоит, ну вот здесь написаны эти цифры, их все знают, на 99% это примерно сухой воздух из азот, кислорода и аргона, а остальное – это малые газовые составляющие, которых гораздо меньше. Вот картинка 2009 года из статьи американских ученых Тренберта и соавторов о том, как устроен энергетический баланс в земной системе. Вот в левой части приходит энергия от Солнца, это примерно 340 Вт на метр квадратный в среднем. Частично она отражается обратной атмосферой, частично атмосферой поглощается. Примерно половина доходит до земной поверхности, поглощается и нагревает земную поверхность. Эта земная поверхность нагретая излучает, но уже в невидимом диапазоне, и энергия уходит к атмосфере и дальше в космос. Но вот для этого излучения атмосфера совсем не так прозрачна. Только 10% входит беспредельно в космос. Остальные поглощаются атмосферой и излучаются в космос и обратно к Земле. Вот это излучение обратно к Земле, это и есть механизм парникового эффекта. Если те вещества, те газы, которые содержатся в атмосфере, которые поглощают излучение, перезлучают его к Земле, если их станет больше, на Земле станет теплее. Это так называемые парниковые газы. Так вот, основные газы, азот, кислород и аргон, никакого отношения к парниковому эффекту не имеют. С ними инфракрасное излучение не взаимодействует. Вот этот человек с симпатичным лицом во второй половине XIX века экспериментально показал, что главный парниковый газ – это водяной пар, потом углекислый газ, метан, озон, а вот кислород. Азот не обладает этим свойством. Это Джон Тиндл, имени которого сейчас центр Великобритании климатический. Вот самая простая модель. В левой части это Земля, лишенной атмосферы. Приходит солнечный поток S, нагревает земную поверхность, она начинает излучать все больше, в конце концов устанавливается равновесие, излучает обратно тоже S. А в правой части это система с тонкой атмосферой. Пусть она прозрачна для солнечного излучения в модели. Солнечное излучение проходит через атмосферу, нагревает Землю, от Земли поднимается инфракрасное излучение, полностью поглощается атмосферой, которая излучает в равных долях, она тонкая в этой модели, в космос и к Земле и обратно. Вот если посмотреть равновесие в этой системе, поток, излучаемый земной поверхностью, станет вдвое больше по сравнению с левой частью. То есть усилится поток, который излучается в равновесии земной поверхности наверх. Но поскольку есть закон Стефана Больсмана, что этот поток связан пропорционально четвертой степени температуры, соответственно температура вырастет. Вот, собственно, это механизм парникового эффекта. Если в атмосфере будет больше парниковых газов, он будет сильнее выражаться. Вот на этой картинке уже для толстой атмосферы это показано. Конечно, утрированная картинка. На верхней границе атмосферы по-прежнему равновесие, сколько приходит от Солнца, солнечного света, столько уходит в космос инфракрасного излучения. А вот крутизна этого потока, которая показывает, насколько этот поток возрастает, восходящий поток, когда мы приближаемся к Земле, крутизна возрастает. И вот температура растет, если мы увеличим содержание парникового газа в атмосфере. Вот так, так сказать, на самом деле происходит. Вот наши успехи. Это с 1970 года по настоящее время, как мы выбрасываем в атмосферу углекислый газ, метан, закись азота, Н2О, и некоторые парниковые газы, содержащие фторм. Это промышленные выбросы в СО2-эквиваленте. Как видите, они растут, несмотря на все международные соглашения, международные усилия пока что. Но, может быть, можно сказать, что они растут не так быстро с этими международными соглашениями, тем не менее, пока что они растут. Я не буду это читать, это можно почитать в различных произведениях. Это источники антропогенных эмиссий углекислого газа, метана, закиси азота и фторм, содержащих газы в атмосферу. Это довольно большой набор источников. Связан он с деятельностью в промышленности, в энергетике, в транспорте, в коммунальном хозяйстве, а также в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве. Вот результат. Это результат проекта Эпика. Такая точка есть в Антарктиде. Купол С называется, купол Конкордия, дом Конкордия. Там произвело бурение льда на глубину 3 километра и восстановлены концентрации во вмерших шариках, вмерших пузырьках воздуха в лед, восстановлены концентрации углекислого газа, метана и закиси азота на 800 тысяч лет назад. Вот видите, почти 800 тысяч лет углекислый газ колебался от 230 до 250, ну до 280, это левая картинка. А вот справа, это современное, с 1950 года. Вот это наши успехи уже. Это благодаря эмиссиям, энтробогенам, парникового газа в атмосферу. Это то же самое для метана. Слева это колебания метана, исторические, 800 тысяч лет, а справа это современные колебания. Тут три разные кривые, поскольку они немножко отличаются в разных полушариях концентрации метана. То же самое с закиси азота происходит. Слева это закиси азота, исторические, а справа это взрастание с 1650 года. А вот результат. Сверху это кривая, которую уже показывали мои коллеги, рост температуры. Внизу это осредненные по десятилетиям, чтобы удобнее было смотреть. Как видите, начиная с 70-х годов, идет по десятилетиям уверенное потепление. Это результат наблюдения. Хочу подчеркнуть, что то, что мы наблюдаем, это суперпозиция естественных колебаний, ненаправленных, так сказать, синус. И вот этого возрастающего тренда векового. В результате получается возрастающая в целом кривая с колебаниями. Когда на тех участках, когда воздействия естественные совпадали, так сказать, по фазе с антропогенами, это усиление происходило, потепление. А на тех, когда они работали в противофазе, происходила компенсация, и даже некоторое похолодание может происходить. В этом ничего нет, поскольку наблюдаем мы не чистый эффект увеличения концентрации парникового газа. Наблюдаем мы сумму воздействий естественных и антропогенных. Конечно же, антропогенные в данном случае превалируют. Вот почему я говорю то, что они превалируют. Вот результат атрибуции, так называемый, то есть приписывание причин. Эта картинка содержится в пятом докладе межправительственной группы экспертов по изменению климата. Верхний черный прямоугольник. Это наблюдение, как видите, там примерно плюс 0,7 градусов или что-то в этом духе. Доклад этот вышел в 2014 году, а этот из первой рабочей группы в 2013 году. Зеленое – это то, что сосчитали по увеличению концентрации парниковых газов. Но кроме факторов увеличивающих температуру, кроме нагревающих факторов, человек выбрасывает в атмосферу охлаждающие факторы. Это аэрозоли. Вот этот маленький прямоугольник, который смотрит налево – это охлаждающие факторы. А вот оранжевый – это результирующие. Как видите, оранжевый практически похож на черный. То есть результаты расчета совпали с результатами наблюдений. Хочу сказать, что потепление неоднородно в пространстве, сильно неоднородно. Есть такие зоны яркого потепления. Это север Соединенных Штатов и Канады, это север Российской Федерации, север Северной Евразии, так сказать. Некоторые области в Южной Америке, восточной ее части. Есть даже области, где есть похолодание. Как видите, где-то между Великобританией и Гренландией находится голубая область. Это некоторые похолодания. То есть это потепление, которое наблюдается, неоднородно, не монотонно в пространстве, не монотонно во времени. Но вековая тенденция – это потепление. Вот я написал некоторые заключения, я их зачитывать не буду. В целом скажу, что показаны, во-первых, это непредложные факты. Данные мониторинга климатической системы показывают, что концентрации парниковых газов везде выросли. Кстати, это хорошо перемешиваемые газы. Поэтому, например, концентрация СО2 примерно везде одинаковая. Концентрация метана примерно везде одинаковая по широтным поясам. И есть легкая зависимость от широты. Она больше в северном полушарии, меньше в южном полушарии. Там локальные их свойства не так важны. То есть это рост доказан. Баланс показывает, что рост этой концентрации – это антропогенный рост. То есть то, что мы выбрасываем в атмосферу, частично поглощается океаном, частично поглощается наземными системами. Океаны наземные системы в свою очередь выделяют это обратно в атмосферу. Но в целом идет обогащение. Фактическое потепление до сих пор за прошлый век, грубо говоря, не будем уточнять, за какую часть. Это примерно 1,1 градуса. Это в среднем по земному шару, в среднем по земной поверхности. Сами понимаете, что океан – это более система, которая обладает инерцией тепловой. Поскольку там есть испарение, оно компенсирует потепление. Поэтому, когда среднее увеличение на 1 градус, на суше – это потепление сильнее. Более того, есть области на суше, которые особенно потеплели. Например, побережье Арктики, благодаря механизму арктического усиления, так называемой Arctic Amplification. Не будем сейчас углубляться, почему это происходит, но климатологи объяснили этот эффект. Все эти потепления беспокоят ряд стран, потому что в их регионах, в некоторых, есть отрицательные последствия. Эти последствия не катастрофические, но они отрицательные. Страны желают, чтобы их не было. Чтобы их не было, есть два только способа. Способ первый – уменьшить антропогенное воздействие на климатическую систему Земли. Ну, то есть уменьшить выбросы парниковых газов, а лучше всего обеспечить такие условия, чтобы концентрации упали. Мы их увеличили, чтобы они уменьшились. И второе – не обращая внимания на причины, то есть не борясь, так сказать, с увеличением концентрации парниковых газов, заниматься адаптациями, то есть с последствиями бороться. Ну, теплеет, ну давайте как-то приспосабливаться к этому. В конце концов, в Москве такой-то климат, если он будет такой, как на Майами, тоже мы, наверное, выжим как-нибудь. Но на самом деле, конечно, есть промежуточные стратегии. И каждая страна политически решает вопрос, как ей, собственно говоря, быть в этой ситуации. Ну, поскольку есть международные механизмы, есть международные соглашения, которые вырабатывают общий подход к этим проблемам. Вот, в частности, выяснилось, когда собрались в 92-м году, ее подписали, рамочную конвенцию ООН об изменении климата, а до этого несколько лет ее разрабатывали, то выяснилось, что политики не имеют информации для того, чтобы ее корректно разработать. Потому что проблема глобальная, политическое изменение климата и экономическое уже была, а использовать ученых для научного сопровождения выяснилось, что огромная, совершенно климатическая, так сказать, составляющая в этой проблеме. Нужна климатическая наука для этого, нужны объективные данные. Вот была создана межправительственная группа экспертов по изменению климата. Она была создана первым решением в 87-м году, это было решение Всемирной Метеорологической Организации. В 88-м году поддержала ее программа ООН по окружающей среде. В 88-м году Генеральная Ассамблея ООН одобрила это решение и поручила этой группе три вещи всего лишь. Это определять размеры и сроки изменения климата, определять последствия для физических, биологических систем, для природных, хозяйственных, для здоровья населения. И третье, определять возможные стратегии уменьшения антропогенного воздействия на климатическую систему Земли. Эта группа работала, выпустила, уже шестой доклад будет выпускать сейчас. Туда входят не люди, а страны в эту группу. Это объединяет страны. Но, конечно, там основное это те эксперты из стран, которые выдвигаются странами и участвуют в этой работе по написанию этих докладов. Сейчас готовится шестой доклад, который будет использован в дальнейшем для переговорных процессов. В заключении хочу отметить, что да, хотя эта группа не занимается политикой, она не ведет научных исследований. Ее задача обобщить научную информацию, которая имеется в научных публикациях, не в газетах, не в телевизии, а в научных публикациях. И дать эту информацию в понятной форме советникам правительств по климату, прежде всего, международным профильным организациям, которые используют эту информацию. Ну и, конечно, общественности заинтересованы. Вот основная роль вот эта. А как она используется, это другой вопрос. Вот сейчас, после того, как в августе был принят доклад первой рабочей группы, конечно же, в СМИ появились разговоры о глобальной катастрофе, о том, что мы приближаемся к красной линии потепления плюс полтора градуса глобальной температуры по отношению к доиндустриальным уровням. Я хотел бы сказать, что это неправильный подход к делу, и СМИ в данном случае неправильно ориентирует свою аудиторию. Плюс полтора градуса планка и плюс два градуса – это не внутренние пороги устойчивости климатической системы. Это то, что было придумано и согласовано делегациям правительственных в 2015 году в Париже, когда заключалось Парижское соглашение. Да, это не было взято просто с потолка. Есть отрицательные эффекты, которые возникают при превышении порога полтора и превышении порога два. Но это никак не тянет на глобальную катастрофу совершенно. Поэтому я думаю, что в данном случае надо, так сказать, и в нашей стране спокойно к этому относиться, проводить научные исследования. Наша страна огромная, с разным климатом, с разными социально-экономическими условиями, с разными климатическими условиями, с разными демографическими условиями. Где-то есть плюсы, например, освобождение от льда северного морского пути, где-то есть минусы. Владимир Анатольевич говорил о ситуации с многолетним и золотой. Нужно все это исследовать, а стране на политическом уровне решать, сколько уделять адаптациям, а сколько митигациям, то есть усилиям по сокращению климата. Спасибо большое, Сергей Михайлович. Очень приятно слышать, что мы не стоим на пороге глобальной катастрофы. Я хочу подключить к разговору Владимира Михайловича. Предлагаю поговорить о мониторинге климатической системы, а также о последствиях изменения климата и адаптации к ним. Пожалуйста. Спасибо. Сейчас я попробую вывести на экран свою презентацию. Вот уже появляется. Ага, ну вот отлично. Я ее решил вот так вот назвать, предвкушая, что мне придется все-таки делать после уже состоявшихся выступлений некие акценты. Поэтому я думаю, что я правильно угадал то, что мне следует сказать. Я начну вот с чего. Мы говорили сейчас о неких средних изменениях. Как правило, мы говорили о глобальных изменениях, скажем, средней температуры. Мы, конечно, напоминали несколько и такие вот специфические для всего мира, но характерные для нас вещи, как, скажем, многолетняя мерзлота или там, скажем, арктический лед, его площадь в Арктике и так далее. Это очень важная сторона истории, и здесь действительно очень много есть особенностей, интересных моментов и загадок даже. Но, значит, это вот сейчас, как бы сказать, я выношу за скобки. Я хочу поговорить больше о вещах, которые на самом деле на фоне вот этих самых средних изменений климатических действительно чреваты серьезными очень последствиями для человечества. Вот на этой картинке показана давно уже, так сказать, нами цитируемая, мы в поле зрения держим, вот эта компания, которая германская страховочная компания, Мюнихре, такая солидная компания, которая, значит, вот публикует такие материалы, в частности, оценивается ущерб от всевозможных стихийных бедствий разнообразных, в том числе не связанных с климатом, и как возрастает стоимость вот этих ущербов. Ну вот она, так сказать, неким образом, значит, интегрируется для всей планеты. Вот здесь разными цветами показаны разные источники вот этих самых стихийных бедствий. Это некие гидрологические голубые, да, метеорологические, то, что они называют климатологическими, это термологические тут вещи, так сказать, они, я их не комментирую. Есть геофизические такие, сиреневые или фиолетовые. Вот все, что здесь показано, и вот это вот общее оранжевое, я их не комментирую. Есть геофизические такие, сиреневые или фиолетовые. Вот все, что здесь показано, и вот эта вот общая оранжевая кривая, с одной стороны, говорит о том, что этот общий ущерб от стихийных бедствий возрастает вот здесь на протяжении почти 40 лет, и из этих всех бедствий стихийных к климату не относятся только вот эти геофизические события. Это такие вещи, как, скажем, там, землетрясения, цунами и так далее тоже, значит, вот они случаются, но вы видите, что их доля в общей сумме ущерба сравнительно мала. Теперь я хочу показать то, что они опубликовали для 2020 года. Вот, пожалуйста, есть, значит, некий набор разноцветных вот этих самых бедствий, которые произошли, и общая сумма ущерба, причиненного в России, вот этими самыми бедствиями естественными, да, составляет более 210 миллиардов долларов. Если даже мы каким-то образом, значит, вынесем, там, допустим, я не знаю, процентов 10 или даже 15, допустим, того, что не относится к климату, то все равно, так сказать, сумма вполне впечатляющая. Я сразу хочу оговориться, что когда мы говорим о этих стихийных бедствиях, мы не говорим о том, что вся эта история однозначно связана с, каждое эти стихийное бедствие связано с изменением климата. Да, это некое свойство климатической системы, значит, вот это впадание в крайности, так сказать, если можно так выразиться. И это было присуще климату всегда, но тенденция, которую мы видим, она достаточно очевидна. Для разных видов этих стихийных бедствий она разная. Наиболее, так сказать, они отчетливо, ярко проявляются в таких вещах, как, скажем, там, волны жары, как мы их называем, да, или, скажем, там, засухи, да, наводения. Вот есть и другие очень разрушительные бедствия, не только причиняющие экономический ущерб, но и начащие многочисленные человеческие жизни. И вот на этой картинке зафиксирована, ну, вот некая статистика, да, по вот этим событиям 2020 года. А наверху вот это Парижское соглашение упоминается 2015 года, Сергей Михайлович его, так сказать, вспомнил. И мы здесь можем констатировать, что к этому моменту, по всей видимости, вот в международном переговорном процессе вокруг климатической тематики произошло некое осознание неизбежного, что все-таки, как бы мы ни старались сейчас какие-то действия прилагать к уменьшению нашего воздействия на климатическую систему, они скажутся лишь, ну, скажем, во второй половине 21 века, вот отчетливо вот эти вот сценарии, реализованные, там, вот эти помянутые полтора или два градуса, полтора, кстати, это крайне маловероятная цель, вот, ну, или более вероятные какие-то, значит, другие сценарии, но вероятность реализации этих сценариев не оценивается, или, по крайней мере, до последнего времени не оценивалась, и, значит, я это сейчас комментировать не буду. Но вот здесь показан рост средней глобальной температуры, оцененный по вот этим самым ансамблем моделей, и видно, что какой-то период времени, примерно почти всю первую половину 21 века, этот рост средний достаточно одинаков для разных сценариев, и для жесткого, и для очень мягкого сценария нашего воздействия на климатическую систему. Что это означает? Это означает, что роль адаптации к неизбежному, она возрастает, и мы должны приспосабливаться неизбежно к тому, что нас ожидает вот в соответствии с этими самыми оценками, с этими прогнозами. Я хочу заметить, вот здесь, в нижнем правом углу, упомянутая, показана климатическая адаптация на Сельской Федерации, которая у нас с 2009 года действует до настоящего времени, и в этой адаптине, надо сказать, что вот это вот соотношение между необходимостью адаптации и необходимостью смягчения нашего воздействия на климатическую систему, она выдержана достаточно сбалансирована, на наш взгляд, и, значит, вот это вот является, так сказать, некой политикой Российской Федерации в консервированном виде в отношении всей климатической проблемы. Я хочу упомянуть также документ, который называется «Синдайская рамочная программа по снижению русских бедствий». На вот 15-летний период до 2030 года он уже действует. Один из принципов, который здесь довольно сложно сформулирован, по сути, означает, что адаптироваться заблаговременно к изменениям каким-то или к каким-то там бедствиям климатическим и так далее, в итоге обходится дешевле, нежели не адаптироваться, так сказать, просто справляться каким-то образом с тем, что уже произошло. То есть, значит, если говорить о том, что вот о той фазе, которая, значит, уже наступает, выступает на передний план, скажем, МЧС, то это, так сказать, уже более такая, как бы сказать, дорогостоящая и уже обошедшаяся дорого фаза. Поэтому необходимо адаптироваться превентивно. Ну вот, здесь было уже упомянуто, что у нас, значит, все, как бы сказать, по-разному происходит. У нас есть, конечно, не только всякие негативные ожидаемые изменения климата, да, но и какие-то в этом контексте, значит, сулящие некоторые новые возможности для нашей экономики. В целом, конечно, вся эта история негативна достаточно, но главный принцип здесь такой, что потери к нам приходят сами по себе, а вот использование выгод требует от нас очень определенных усилий. И вот здесь, конечно, роль климатической науки велика. Вот здесь представлен доклад Росгидромета, точнее, климатического центра Росгидромета о климатических рисках на территории Российской Федерации. Там, значит, вот картина для нашей страны, она описана с большей детализацией. Ну и вот в 2019 году у нас появляется национальный план адаптации и адаптации к изменениям климата. И это некий набор таких первоначальных мероприятий, можно сказать, подготовительных мероприятий к тому, что, значит, нас ожидает. Здесь должны в этом контексте себя, так сказать, осознать и федеральные органы исполнительной власти, и регионы. И вот этот вот план адаптации, он сейчас реализуется. И надо сказать, что из 29 мероприятий национального плана адаптации, 21 мероприятие в федеральных отраслевых блоках, значит, там Росгидромет участвует в качестве, значит, вот такого исполнителя, одного из ключевых. Ну, это понятно, почему на самом деле. Потому что за Росгидрометом, в сферу ответственности Росгидромета входит наблюдение, такое вот систематизированное с помощью, так называемой, государственной наблюдательной сети за происходящим. Это делается нами на протяжении не 10 лет, не 20 лет, а, значит, можно сказать, что там полутора столетий как минимум. Это климатическая, вот здесь показана климатическая и метеорологическая сеть. Здесь в основном зеленые кружочки станции, которые не относят к этой климатической сети. Но красные, 775 золотых станций таких, которые по полным программам работают, они неприкасаемые. И они снабжают наше отечество и, вообще говоря, мировое научное сообщество данными о том, что происходит на этой большой территории. Я сейчас не имею возможности, к сожалению, прокомментировать, значит, и требования, которые особые требования предъявляются к наблюдениям за климатом. Здесь, конечно, не только метеорология. Здесь очень много разных других, значит, компонентов этого государственной наблюдательной сети. Там и аэрология, и океанология, и гидрология, и другие-другие всякие, значит, вот ее компоненты. Там кое-чего не достает. Вот, например, у нас при вот наших, так сказать, ожидаемых проблемах с многолетней мерзлотой, у нас настоятельная потребность есть в развитии сети, так сказать, наблюдений за креолитозоной нашей, включая и многолетнюю мерзлоту. Ну и, конечно, наука, да? Вот наука, высокотехнологичная наука. Здесь показан компьютер Росгидромета, неплохой компьютер. Значит, вот он, если кто понимает эти характеристики, на целое и, по-моему, одна или две десятых петафлопс, это, конечно, не грандиозный компьютер, так скажем, такого вот уровня современного использования в таких вот ведущих странах климатических исследованиях, но, тем не менее, он позволяет нам выполнять очень важные, решать очень важные задачи. Вот результаты мониторинга на протяжении этих долгих лет, о которых я говорил, да, более столетия, вот это научное обеспечение адаптации, можно, так сказать, помянуть, ну, не в качестве отправленной точки, но такой вехой, так сказать, вот то, что произошло, значит, вот в конце самом девятнадцатого века, вот климатологический атлас Российской империи, да? Потом вот упомянутый, Александр Михайлович, по-моему, упоминал атлас под руководством Михаила Ивановича Будыка, созданный атлас теплового баланса земного шара всего, да? И, наконец, вот это беспрецедентное усилие, это трудами главной генетической обсерватории было сделано справочник по климату СССР, куда вошли, значит, вот 174 дома. И все это было превосходно, но все это, значит, очень быстро теряет свою актуальность, потому что до недавнего времени речь шла о неизменном климате, а сейчас климат начал быстро меняться, и я сейчас об этом долго говорить не буду, поскольку коллеги уже об этом сказали. Говоря об упреждающей адаптации, мы, конечно, должны понимать, что планирование адаптации требует от нас ясного представления о перспективах глобальных и региональных изменений климата, значит, о причинах наблюдаемых. То есть, когда вам говорят, что давайте адаптироваться, и не надо нам, значит, выяснять, о чем там причина изменения климата и так далее, это, конечно, ложный путь абсолютно, потому что мы не можем прогнозировать, если мы не понимаем, почему происходит то, что мы наблюдаем сейчас. И, соответственно, за годовременно адаптироваться. Ну, здесь критически важным инструментом, конечно, является физико-математическое моделирование, о котором коллеги сказали. Я не могу сказать достаточно, потому что об этом говорить нужно очень многое, это чрезвычайно важная тема физико-математическое моделирование глобального и регионального климата и, конечно, эти самые пресловутые суперкомпьютерные ресурсы, которых нам не хватает, как справедливо заметил Андрей Сергеевич. Ну, и важной составляющей всего этого научного обоснования, мер адаптации, являются экономические оценки. Конечно, у нас сегодня здесь в основном физики присутствуют, то есть не в основном, а просто физики и математики, которые, значит, вот должны в неком, так сказать, содружестве с экономистами обеспечивать нашу климатическую политику в контексте, так сказать, меняющегося климата. Ну, вот я здесь просто хочу показать некие еще достижения отечественные. Это в части моделирования климата с высоким пространственным разрешением. Нас очень интересуют, как выглядят среднеглобальные характеристики, как это выглядит в континентальном масштабе и так далее, но нас очень интересуют и детали, пространственные детали, потому что мы на основе этих расчетов должны принимать какие-то уже, знаете, хозяйственные решения, да. И вот такие модели существуют и в мире, и в нашей стране тоже. Вот это вот несколько доменов модели главной георгийской обсерватории для Арктики, для всей Северо-Евразии с высоким очень пространственным решением, 25 километров по горизонтали. Это намного больше, чем глобальные модели, но мы используем глобальные модели на границах этих вот расчетов. И нас интересует также еще Средняя Азия, там, по некоторым понятным причинам, для которой мы тоже, значит, проводим определенный расчет. Вот здесь картинки, которые я не комментирую, геофизическое содержание, но вот эта вот, так сказать, красота, которая получается в результате, значит, вот таких расчетов с высоким пространственным решением, также с большим количеством членов ансамбля, да, от разных начальных условий с разными граничными условиями. И это позволяет нам оценивать не только изменение климата, да, но и изменение диапазонов изменчивости климата на тех или иных территориях, в том числе достаточно небольших, что очень важно для практических целей. Ну вот, например, такая вот экзотическая вещь, как изменение числа дней с внутрисуточным переходом температуры через ноль в мае-июне, в середине 21 века, почитано по 50 членам ансамбля с этим высоким разрешением. Это наши северные, значит, территории, да, и почему это вот такая вот температура экзотическая, май-июнь, переход через ноль, среднесуточный, внутрисуточный. Дело в том, что это связано с тем, как, значит, корка на снегу там образуется, допустим, и необходимо там для сельского хозяйства, для животноводства, там, оленеводства и так далее. То есть это просто такая маленькая иллюстрация. Или вот, например, то, как меняются агроклиматические ресурсы для основных зернопроизводящих регионов России. Вот некие оценки, значит, для важной характеристики, такой, как сумма температур больше 10 градусов или гидротермический коэффициент Селенинова. Не поясняю, что это такое, просто мы вот такими вещами тоже занимаемся. И это очень важно как раз в контексте создания всяких адаптационных стратегий. Ну, про компьютеры мы говорили. Я хочу просто сравнить, значит, вот то, что... От чего мы, собственно говоря, начинали. Вот маленький компьютер, который стоит тут в самом нижнем углу, левом, он уже не существует, но с него начинались вот эти вот расчеты с региональной моделью, так сказать, более-менее на уровне хорошем. Вот дальше розгидермевский компьютер, который мы используем сейчас как можем изо всех сил. Вот этот вот Ломоносов, который тоже был упомянут сегодня. Ну и, наконец, вот это достижение Сбербанка, значит, Кристофари, который, значит, вот порядка 6 или 7 петафлопс мощностью, производительностью. И это, конечно, очень хорошо. Хотя на самом деле человечество сейчас мечтает, или, точнее, размышляет, и не человечество, точнее, а профессиональная часть, так сказать, климатологического сообщества размышляет о возможности применения существенно более мощных компьютеров, которые позволили бы нам, значит, получать с очень высоким пространственным решением в глобальных масштабах оценки будущих изменений климата, которые важны, в том числе и для адаптации. Ну, не только для адаптации, но и для смещения нашего воздействия на климат, конечно, тоже. Вот это облака. Сегодня Андрей Сергеевич, по-моему, упомянул, или, вообще не помню, Владимир Анатольевич, по поводу того, что все начинается там с каких-то метровых метров, да, которые необходимы для того, чтобы этот крайне важный элемент климатической системы, так сказать, воспроизводился на ближайшем образом модели. Камень перкновения сейчас. Одна из проблем, десятилетиями продолжающихся, это то, что влияет на чувствительность климатической системы, в частности. Ну, и вот еще один пример, который мне страшно нравится, это как сама наука адаптируется к изменениям климата. Вот мы говорили не раз сегодня, что лед в Арктике, у нас морской лед, он, да, он истончается, превращается постепенно в сезонный. И вот эти наши славные полярные экспедиции, да, вот этот Северный полюс, дрейфующие станции, слава нашей науке, впрочем. Вот Арктический институт наш занимается этими вопросами особенно, да, но и не только он. Вот, значит, сейчас это стало просто физически невозможно по причине того, что морской ледной покров в Арктике деградирует на глаза буквально. И поэтому вот была такая придумана, значит, дрейфующая такая ледостойкая платформа, которая, по сути, является такой некой искусственной льдиной, которая предназначена для дрейфования, но, в принципе, для дрейфа, да, но и, в принципе, так сказать, она еще и самоходная. Вот она могла бы нести на себе там несколько десятков ученых. Эта платформа уже спущена на воду, сейчас она оборудуется, еще какое-то время будет, это время займет, там, значит, всякое научное оборудование и так далее. И потом мы ожидаем, что она будет обогащать нашу науку новыми данными в условиях, когда использование естественных льдин уже, значит, невозможно или очень опасно. Ну, я хочу заключить словами Александра Ивановича Ваейкова то, что вот я сейчас говорил. Я не первый раз произношу эту цитату, она удивительно современно звучит, хотя была произнесена, вот такие слова были произнесены в конце 19 века, там, в связи с некой засухой и, значит, неким голодом, возникшим в результате этого. Вот он говорит, Александр Иванович, не стану спорить, что отдельным хозяевам часто не впору бороться с климатом и погодой, но борьба примет совсем иной оборот. Когда частным лицам помогут местные учреждения, особенно правительство, в разумных дружных усилиях борьба возможна и успех не сомненен. Для этого нужно прежде всего знание. Однако, защищая знание, я не думаю, чтобы нужно было отложить всякие практические меры до того желательного момента, когда наука подвинется значительно далее. Нет, вспоминая французскую пословицу, почему-то французскому он говорит, значит, лучший враг хорошего. Много можно сделать и при нынешних наших сведениях. Вот это вполне относится к тому, что мы сегодня с вами обсуждали. Спасибо. Я закончил. Спасибо большое, Владимир Михайлович. Мы получили очень интересную информацию, Александр Михайлович, от ваших коллег, ученых. Вот хотелось бы, чтобы вы подытожили то, что мы сейчас услышали. Ну, давайте попробуем подытожить. Фактически мы с вами, наверное, должны представить, где есть такое консолидированное мнение большинства ученых, там абсолютное большинство ученых или наших действительно ведущих институтов, научных школ. В каких вопросах нет консолидированного мнения и с чем это связано? Консолидированное мнение есть в том, что имеет место резкое потепление. Резкое не в единицах 1 градус, 1,3 градуса, хотя это тоже много. Резкое в смысле временных масштабов. Никогда такого прежде с планетой не было, чтобы в течение нескольких десятилетий или столетия температура так резко возросла. Это первое. Да, конечно, на больших временных масштабах, если речь идет о миллионах лет или сотнях тысяч лет, конечно, есть колебания. Есть всем известные такие циклы Миланковича, когда и прецессия, эксцентриситет и прочие параметры, которые определяют и орбиту Земли, и наклонение оси Земли к плоскости ее движения, меняются. Это всем известные явления. Они приводят к большей, даже гораздо большей модуляции температуры и, наверное, СО2 тоже. Но это не те масштабы. Это масштабы десятков и сотен тысяч лет. Мы сейчас говорим о масштабах нескольких десятков лет, может быть, порядка сотни лет. Вот это впервые в истории Земли. Первое. Второе. Есть консолидированное мнение о том, что это результат антропогенного воздействия. Доказательств было приведено и здесь сегодня много, их еще больше в мире. Это действительно связано с тем, что возрастает концентрация парниковых газов, прежде всего, углеводорода. И Россия это признавала и на международном уровне, подписано Парижское соглашение, Киотский протокол. Там действительно это все мы на государственном уровне признали. Следующий вопрос, очень важный, по которому тоже консолидированное мнение, для России, просто ввиду ее такого географического расположения, эффекты, связанные с потеплением, с изменением климата, сильнее, чем в среднем на земном шаре. Это и рост температуры больше, особенно в Арктике. Это и то, что происходит более сильное воздействие, связанное с тем, что действительно у нас значительная часть поверхности, на значительной части поверхности, да и шельфа тоже вечная мерзлота. Поэтому для России эти изменения сильнее и важнее. По-видимому, консолидированным мнением также является то, что из-за изменения, изменения из-за потепления возрастает число катастрофических явлений. Это оценивается, вот мы слышали выступление Владимира Михайловича об этом, ну и, наверное, в общем-то, скорее и в общественном таком мнении мы тоже чувствуем, что это так. И действительно наука подтверждает, что это так. Теперь, в чем нет консолидированного мнения, в чем мы действительно можем и расходимся? Это, конечно, взгляд вперед. Модели предсказывают, ну, не только существенно разные наклоны, с какой скоростью температура будет расти, но важным является то, что мы не знаем, может быть, пока не знаем, хотелось, чтобы пока мы не знали, не не знаем, какова роль некоторых внутренних, так скажем, процессов, которые связаны с такими естественными факторами. Ну, прежде всего, мы много говорим о положительных обратных связях. Положительная обратная связь, например, это в результате таяния льда, изменения отражающих свойств поверхности Земли. Действительно, лёд отражает больше, чем вода. Если в результате, скажем, даже какой-то флуктуации этот процесс произошёл, то дальше из-за того, что увеличивается поглощение, температура возрастает ещё больше. Это и есть обратная связь, связанная с изменением альбеда, как говорят физики, отражающих свой Земли. Другая положительная обратная связь – это концентрация порог воды, тоже изменение температуры, приводит к увеличению концентрации порог воды, который является самым сильным фактором парникового эффекта. А это, в свою очередь, усиливает парниковый эффект, и слепная температура ещё больше возрастает. Есть обратная связь по метану, который тоже активно обсуждается. Из-за увеличения температуры деградирует вечная мерзлота, увеличивается эмиссия метана в результате таяния газогидратов, увеличивается концентрация метана в атмосфере. Метан тоже парниковый газ, сильный парниковый газ, и ещё больше увеличивает температуру Земли. Тоже положительная обратная связь. Мы, не только мы, не только здесь собравшись за столом, но и учёные во всём мире, мы не знаем пока, насколько вот эти положительные обратные связи сейчас существенны, даже с сравнением с той адаптацией, о которой здесь шла речь. Некоторые считают, что даже если выключить сейчас всю антропогенную активность, Земля могла уже войти в режим самораскрутки, когда эти положительные обратные связи независимо от нас будут приводить к дальнейшему повышению температуры Земли. Это фактор, о котором мы спорим. Есть вопросы, связанные с внутренней динамикой, потому что на временах порядка нескольких лет, десяти лет, действуют внутренние другие процессы, они не связаны с антропогенными факторами, скажем, эльниния. Влияние здесь тоже до конца непонятно, насколько эти процессы скажутся вперёд на вот этой вот динамике тех моделей, которые были нарисованы. Ну и, наконец, очень существенный вопрос, о котором мы все спорим, это то, что сумеет ли сама Земля, сама наша планета адаптироваться. Потому что никогда не было в её истории таких резких изменений на такую значительную величину по температуре. Сумеет она адаптироваться или нет без нашей помощи? Но в любом случае я согласен абсолютно с Владимиром Михайловичем и с этим высказыванием, которое было приведено о том, что, ну, не знать-то мы не знаем и спорим, но, по крайней мере, надо самим что-то предпринимать для того, чтобы по возможности уменьшить отрицательный эффект вот того, что землянист умеет сама адаптироваться. Ну и, наконец, это у всех звучит, это все понимают, что мы тем точнее и тем правильнее предсказываем и погоду, и климат, чем точнее мы можем измерять, чем больше у нас количество станций, количество параметров, которые мы измеряем, первое. И второе, чем точнее и быстрее мы умеем считать. Это к вопросу о том, как мы эти математические модели на суперкомпьютерах считаем. Вот это абсолютно две доминанты. Мы должны больше проводить измерения, особенно в нашей Арктике, подключать и дополнительные возможности космических измерений, самолетных измерений. И, конечно, вопрос в том, что мы существенно отстаем от ведущего мирового уровня по производительности наших суперкомпьютеров. Отставание – это уже больше, чем в сто раз. И очень хорошо, что в Гидромете существует компьютер 1,2 петафлопса, но, извините меня, в прошлом году в Японии запущен суперкомпьютер на 500 петафлопс, и в ближайшие месяцы в мире будет несколько экзофлопсных компьютеров. И, что мы не говорили, физика и математика – это более такие точные и массивные измерения, и второе – расчеты. Ну, собственно говоря, мы, конечно, надеемся, что сложившаяся такая вот ситуация, интерес вокруг этой тематики все-таки, ну, так сказать, подстегнет еще и наше ведомство, которое осуществляет финансирование науки больше внимания уделять этому вопросу, больше средств выделять на экспедиции, на измерения, на международное сотрудничество здесь, и, конечно, на суперкомпьютеризацию всех вот этих вот наших климатических расчетов, что принципиально важно. Ну, все, наверное. Спасибо большое, Александр Михайлович, за очень интересный разговор, благодарю вас, уважаемые гости, ученые. Мы, конечно, получили большое количество вопросов, частично вы своими выступлениями эти вопросы предвосхитили, часть вопросов не совсем по теме нашего сегодняшнего разговора. Александр Михайлович, поэтому передадим вам, а дальше уже сами посмотрите, как на них и каким образом ответить. Ну, а какие-то вопросы, возможно, они в дальнейшем подтолкнут нас на организацию других круглых столов. Я хочу поблагодарить вас за то, что сегодня нашли время, возможность пообщаться с журналистами, рассказать нам о климате, дать такой массив огромной, важной и нужной информации для тех, кто климатом интересуется. И будем рады, если вы вновь к нам придете, возможно, эту тему можно будет каким-то образом еще расширить. Вам спасибо большое за внимание. Вообще, Рио Новости – наша родная площадка. Мы часто приходим сюда дискутировать на самые разные и острые темы, поэтому будем рассчитывать на то, что и в будущем мы будем такими партнерами. И самые интересные вопросы мы готовы выносить здесь на обсуждение в вашей замечательной студии. Спасибо. Спасибо большое вам. Всего доброго. До свидания. До новых встреч. И берегите себя. Спасибо.